На РБК региональный выпуск новостей мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Сегодня в Уфе более 1800 участников финала 9-го чемпионата WorldSkills России приступили к состязаниям по 105 компетенциям. В их числе кибербезопасность, графический дизайн, разработка мобильных приложений и многое другое. Тем временем на площадке Конгресс-холла Таратау эксперты обсудили актуальные вопросы развития реального сектора экономики и кадрового потенциала регионов. Вот все подробности в материале моей коллеги Алины Акчуриной. За 10 лет существования конкурса молодых профессионалов WorldSkills количество компетенций увеличилось в 4 раза с 26 до 105. Об этом в рамках пленарного заседания WorldSkills в масштабах страны сообщил глава республики Радий Хабиров. Он также отметил, что чемпионат решает сразу несколько насущных для страны и региона вопросов. В последние годы Башкортостан привлекает инвесторов, которые вкладывают немалые суммы в открытие новых высокотехнологичных производств и новые рабочие места. В связи с чем возникают проблемы нехватки трудовых ресурсов и новых современных специальностей. На сегодняшний день в республике ведется подготовка кадров по 131 специальности, 72 рабочим профессиям и более 800 программ дополнительного профессионального образования. Благодаря обновленной инфраструктуре количество программ подготовки вырастет на 10%. У нас вы видели на площадке уже есть павильон Геоскана, который является по сути началом нашего пути, точкой нашего пути. Мы хотим, чтобы Башкортостан стал федеральным центром компетенции по беспилотной авиации, мы над этим работаем. Вы уже видели, что компания БСК создает технопарк на этой территории в масштабе 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, руководители регионов и вузов рассказали о своем опыте внедрения методики WorldSkills. Так, например, в Нижнем Новгороде, благодаря работе в этом направлении, каждый колледж имеет своего стратегического партнера, который трудоустраивает новоиспеченных специалистов. Кроме того, в Российском университете транспорта в скором времени откроется 7 новых направлений по прикладным профессиям. По словам первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева, более 60% выпускников поступили в среднеспециальные образовательные учреждения. Мы испытываем очень серьезную потребность в профессиональных рабочих кадрах. И система СПО на этот вызов, который стоит сейчас перед всем образованием нашей страны, должна отвечать и отвечать на высоком современном уровне. И вот, когда мы говорим про синхронизацию системы СПО и потребности к производству, мы имеем в виду именно это. Мы должны готовить тех, кто потом пригодится на предприятии и будет вносить реальный вклад в развитие нашей страны. Напомню, после проведения финала девятого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills России 2021, в колледжах Башкортостана появится более 100 новых мастерских, обучение в которых будет соответствовать современным профессиональным требованиям и запросам экономики. Это станет возможным благодаря тому, что все закупленное для проведения первенства оборудование будет распределено по учебным заведениям республики. Таким образом, материально-техническая база профессиональных учебных заведений республики будет обновлена на 70%. На площадке Уфимского моторостроительного производственного объединения открылся первый в России производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех». Инвестиции в проект составили почти 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил индустриальный директор авиационного кластера «Ростех» Анатолий Сердюков. Учебный корпус площадью 14,5 тысяч квадратных метров отстроили за год. Здесь разместились производственные участки, классы и лаборатории. Обучение будет вестись по системе дуального образования. Теория займет лишь 30% учебного времени, 70% же будет посвящено практике. В центре установили более 200 станков, в том числе производство стрельтомагского стана, стоимость 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, есть определенные потребности в новых рабочих и новых специальностях. Понятно, что люди уходят на пенсию, идет какая-то ротация, идет все-таки какая-то текучесть кадров. Безусловно, мы именно остановились на этом предприятии, потому что многие из самых крупных, собственно говоря, у нас и в «Ростехе», и в авиационном кластере, и в УДК в том числе. И, конечно же, мы хотели работать именно на таком большом предприятии, чтобы потом уже распространить на другие центры, производственные центры, как мы считаем, в «Ростехе», где основном сконцентрированы наши производственные площадки, в том числе и ВДК, и вертолеты России, и, соответственно, авиационная корпорация. Ежегодно в производственно-учебном центре «Ростеха» будут обучать 2000 многопрофильных специалистов, которые получат приоритет при трудоустройстве на заводу госкорпорации по всей стране. Это неоценимый вклад в развитие Башкортостана, в его учебно-экономическую базу. В целом, в общем-то, республика и другие предприятия будут базировать возможность базироваться на тех людях, которые проходят здесь обучение. Поэтому спасибо большое «Ростеху». Очень большое начинание, очень правильное. Это первый крупный шаг, но точно не последний в этом направлении, для того, чтобы мы создавали материальную базу для производства учебных центров и последующее обучение наших специалистов. Напомню, «Ростех» также создал на предприятии ДКУ МПО крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей стоимостью почти 9 миллиардов рублей. Кроме того, госкорпорация направит 2 миллиарда рублей на модернизацию предприятия «Прогресс». «Русатом Хеллске» заключила договор с компанией «Радиоизотопные приборы» на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства здания центра радионуклидной терапии в Уфе. Напомню, центр расположится рядом с 18-й городской клинической больницей. Инвестиции в его создание составят 1 миллиард 200 миллионов рублей. Ранее проект включили в перечень приоритетных для Башкортостана. Челябинская компания «Радиоизотопные приборы» стала победителем конкурсного отбора подрядчика для разработки проектно-сметной документации. Первые два этапа работ должны быть завершены до конца этого года. Современный центр сможет оказать более 2800 услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний современными методами радионуклидной терапии, в том числе с применением радиофармпрепаратов. Реализация проекта повысит доступность и качество оказания онкологической помощи населению республики и жителям сопредельных регионов. Прием первых пациентов запланирован на 2023 год. Башкортостан улучшил позиции в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год, поднявшись с 2020 на 11 место. Итоги подвело Минэкономразвитие страны. Регионы оценивались по таким критериям, как результаты реализации проектов ГЧП, работа органов власти, их открытость для инвесторов и готовность оказывать поддержку. По данным Республиканского Минэкономразвития, на сегодняшний день в регионе реализуется 36 ГЧП-контрактов на общую сумму порядка 41 миллиарда рублей. Это проект о создании пансионатов стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов, реконструкция плодопитомнического совхоза. Самый масштабный – это строительство восточного выезда из Уфы на трассу М-5. Инвестиции проект составит 33,5 миллиарда рублей. Государственное частное партнерство – это инструмент, который направлен на реализацию государственных задач, повышение уровня доступности и качества публичных услуг, привлечение частных инвестиций для строительства, реконструкции и эксплуатации различных объектов общественной инфраструктуры на основе разделения рисков между бизнесом и государством. В планах реализация новых проектов в таких сферах, как спорт, культура, туризм, здравоохранение и образование. Принципы государственного частного партнерства активно внедряются в различных сферах. Башкортостан тесно взаимодействует с госкорпорацией развития ВЭП, РФ и Национальным центром ГЧП. Кроме того, республика включена в число регионов, принимающих участие в антикризисной программе управления инфраструктурными проектами и поддержке ГЧП проектов. В Башкортостане приступили к проектированию нового участка трассы М7 протяженностью 65 километров. Он станет частью будущей скоростной магистрали М12 Москва-Казань, которая по поручению Владимира Путина продлят до Екатеринбурга. Реализацию проекта обсудили в правительстве республики совместно с представителями Росавтодора, топливно-энергетического комплекса, главами муниципалитетов. Трасса пройдет через Илишевский, Дюртюлинский, Чекмагушевский районы в обход пяти населенных пунктов. Исамбетово, Верхний Иркеево, Лаяшты, Ишкарова и Осянова. Земельные участки для прокладки дороги уже определены. Кадастровые работы начнутся в сентябре этого года. Строительство планируется запустить через год, а завершить в апреле 2024-го. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин